У меня подписчики, они задают предельно простые вопросы. Вот стоит ли, например, ждать чего-то, что раз, и настанет прекрасная Россия будущего, или же все-таки она не настанет? По поводу России будущего. Я отвечаю дословно. Вот те, товарищи, те, кто ожидают здесь прекрасной России будущего, у вас точно не сложится жизнь ни в России, ни в США, ни в одной из известных стран этой планеты. Потому что вы не понимаете главного в жизни и, очевидно, не поймете. Все. Я закончил. Коротко и понятно, да. Хочешь быть счастливым – будь им. Да, да. Надо что-то для этого делать. И вот эта прекрасная Россия... То есть, те, кто такой, что нам прекрасная Россия будущего будет, у них жизнь сложится, они не знают. Ладно, они не знают историю. Ну, хорошо, не знают историю. Не знают социологию, выдуманную науку политологию, не знают. Это ладно. Они не знают нейрофизиологию, они не понимают, что мозг человека индивидуально изменчив, настолько индивидуально, что, понимаете, по полям головного мозга у нас разница между нами всеми в 40 раз бывает. То есть, видовая разница. Видовая. И речь идет не о странных границах, нациях, а о виде. Они не знают основ, понимаете? Это физиология, биология не знают основ. И так далее. Ну, о чем говорить? Если они окормляются псевдоновостями каждый день про Вову, про Лешу и так далее, и не знают базы научные, не имеют таланта, не имеют судьбы. Я вам скажу вообще больше, честно. Я, конечно, мог бы сейчас, знаете, так немножко менеджерски подойти к нашему интервью. Я понимаю, вы, Америка, в деталях, занимаетесь миграцией. Вы думаете, что я не понимаю? Боже мой, я так все понимаю. Но я вам скажу вообще, так сказать, честно. Я, кстати, не из-за коммерческой составляющей захотел интервью написать, записаться, что это сделать, а мне было просто интересно. Я понимаю. Нет, нет, я про другое. Поймите, есть люди с судьбой, их несколько в мире, и все остальные без судьбы. Все. Поймите, пока. Поймите, пока. Она. Поймите, пока. Продолжение следует...